Сейчас начнется запись. Привет, Лин. Привет, привет, Яна, привет. Очень рада встрече с тобой, очень рада. Я тоже очень рада. Тем более, с тобой страны, о которой я вообще ничего не знаю, просто от слова «вообще». Откуда ты? Скажи, пожалуйста. Ну, вообще, я из России, из Поволжья. А так, я с 2004 года проживаю на территории Ирландии. Ирландия? Да. Ирландия – это страна лесов или равнин? Нет, здесь равнины и горы. Равнины и горы? Да. Это там в Ирландии эти вот мужички в юбках или нет? Нет, это в Шотландии. Это в Шотландии, в Шотландии. Это немножко подальше от нас. Это человек, вот я, да, которая там прогуливала географию в школе, там всё такое. Где она находится, Ирландия? Она с чем граничит? Какой другой страны? Северный, вернее, она с Англией граничит. С Англией граничит? Ну да. Слушай, если она граничит с Англией, значит, у вас должны быть там вообще свобода всего, нет? В Англии же вроде сейчас вообще всё отменили. Нет, сегодня нет, нет, нет. Уже говорят, что нет, возвращается всё на круги своя. А яблокур доят. Но просто мы общаемся с девушкой, с местной. Она сказала, что с 13-го числа закрываются все пабы, и с 20-го числа вроде как должны всех на карантин посадить. А, ну если пабы в Ирландии закрываются, то да, да, это серьёзно. Потому что ирландские пабы, вот это вот единственное, что я знаю об Ирландии. Ну да, это местная достопримечательность, да, это здесь очень распространено. Так вас садят на карантин, что говорят, можно, а что нельзя, и как это будет? Конкретно я новости не смотрю, я смотрю только YouTube, потому что когда всё это изначально началось, я вообще не понимала, что происходит. Просто я была в таком невидении, и вот как ты рассказывала, что сначала ходила в маске, в перчатках в магазин. Потом я понимаю, что это не прекращается, и вообще с места никуда не движется. И я начала как-то искать информацию, что вообще происходит на самом деле. И когда я хоть чуть-чуть нашла какую-то информацию, я поняла, что это всё какая-то лажа происходит на самом деле. Да, потому что немножко не похоже на правду, да? Нет, 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 это было просто как-то неестественно. Потом со временем я стала анализировать, и я пришла к такому выводу, что страна к этому готовилась. У нас здесь Lidl магазин, он был такой маленький-маленький, потому что городок совсем небольшой, и население довольно-таки так, ну как не очень большое население. И к этому времени, прям практически к этому времени построили большой Lidl. И его открыли, и через месяц где-то это всё началось. А с чем ты связываешь вот это вот большой-маленький, я не вижу, связи? Ну потому что людям нельзя было выезжать в другой город. Город был закрытый, и можно было ходить только, как люди раньше ездили в Северную Ирландию за покупками. А сейчас, когда закрыли город, нельзя было выезжать в другой город. Всё население, оно сосредоточилось в одном месте, и магазинов, я думаю, для населения всё-таки было недостаточно. И они уже были готовы, что построили такой большой магазин. Я думаю, это сильно было. Да, да. Нас внесли Lidl маленький и строят на его месте громадный, вот сейчас, в данный момент. Да ты чё? Да. Ну то есть кормить нас будут, понимаешь? Но когда... Умрём, типа. Но когда всё это началось, люди до такой степени были в, я даже не знаю, в таком неведении, что магазин просто был пустой, Lidl. И я, общаясь с кассиром, он такой говорит, посмотри, у нас перед Рождеством, как все пустые полки, всё смели, вообще было что-то. Я такого никогда не видела, чтобы такое вообще происходило. Для меня это был нонсенс. Ну да, у нас тоже здесь и туалетные бумаги закупали, как бы. Да, в одном магазине в нашем городе даже вызывали полицию, так как там была борьба за туалетную бумагу, люди не поделили и драку устроились. Продавцам пришлось вызвать полицию, представляешь? Не, ну представляешь, какое мы время интересное живём, да? Ну да, очень интересное время. Вообще я наблюдаю, анализирую то, что происходит с людьми. Когда всё это началось, всех же посадили, закрыли по домам, и местное население, оно практически не выходило из дома. А мы живём не в самом городе, а за городом. У нас, если пешком идти, то 40 минут. И практически никто не выходил на улицу, можно сказать. Я и мой сын гуляли 6 километров в магазин, а все улицы были пустые, как будто начался зобби-апокалипсис. Представляешь? Ну, меньше народа, больше кислорода. Я тоже люблю гулять, когда никого нет. А местная жительница узнала про наши прогулки. Она передала нам такой месседж, что нужно ходить в магазин один раз в неделю, и если вам нужно молоко, то его нужно замораживать в бразильникам. Это был её совет или она вам указала, что так надо делать? Ну, она так в дружеской реформе, она такое вот сообщение нам передала, что вот нам нужно вот так вот делать, и не гулять по магазинам в такое время. Надо как-то подумать о других людях, что... Ну, если она сидит дома, не ходит в магазин так часто, чего же она боится тогда? Странная, да, женщина? Ну, вот у них такой менталитет, представляешь? Представляю. Я знаю, что это такое, да. Ну, для меня было это вообще как-то непонятно, но вот они выросли на этом. Я так понимаю, что по-другому они никак не могут. Логика вообще отсутствует напрочь. Ну, вот совсем недавно я познакомилась с девушкой, ей 40 лет. У неё, оказывается, есть своё мнение, она его может выразить. Она очень нами восторгается, что мы можем анализировать, что мы можем думать. Про своё население она говорит, что это овцы, которые отказываются вообще думать, принимать какое-то решение. Вот в таком роде вот у нас была беседа. Потом, как мы встретились с ней в следующий раз, я говорю, я тобой очень восхищаюсь, потому что я встречала очень мало местного населения, которое имеет своё мнение. Представляешь, я? Представляю. Здесь тоже французы многие говорят, ну, сетуют на свою нацию, что у них вот, ну, тоже про баранов и всё такое. Есть такое дело. Но французы любят поворчать, покричать, поманифестовать и всё. Но в большинстве своём дело не идёт. А вот эта девушка говорит наоборот, что вот у нас очень такое, ну, как население, оно не хочет думать и выражать своё мнение. Вот то, что им сказали, они прям чётко, как инструкцию, выполняют от А до Я. И вот она тоже говорит, ну, разве так можно? Так же, говорит, вообще нельзя. Она очень сетовала. Она говорит, мои родители сделали две штуки, но мы с сестрой вообще не согласны с этим. И, говорит, мы, конечно, по возможности, ну, как бы с удовольствием от всего, от этого отказались, но посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Вот так вот она говорит. Как бы они не развивались, нужно принять это решение. Либо да, либо нет. Как бы события не развивались, как бы выбор, он всегда один. Но вот меня порадовало то, что, знаешь, она сказала, что я сначала тоже, говорит, она не понимала то, что происходит. А, говорит, когда поняла, я напрочь отказалась от радио и напрочь отказалась от телевизора и перестала это слушать абсолютно, потому что то, что там говорят, это вообще не соответствует действительности. И увидела с удивлением, что существует другая жизнь. Реально. Ну да, да, да. Но вот она очень сильно восторгалась нами, что мы вот можем выражать своё мнение, что у нас логика присутствует. Меня это так порадовало. Я не очень много встречала местного населения, которые высказывают. Вот своё мнение они могут высказать. Они, знаешь, как обычно говорят, don't worry, be happy. Ну да, да. А вот здесь во Франции очень любят. Он в Абуах. Мы посмотрим. Мы посмотрим. И вот всё смотрят, смотрят. Годы идут, они всё смотрят. Мы подождём, посмотрим. Ну, видимо, посмотрим, как другие. И мы за ними, знаешь, толпой. Ну, опять же, это откуда? От этих самых. Бе-е-е. Ну да. Ну вот, как я вижу ситуацию, понимаешь, это с детства в них заложено. Я очень долго думала, ну почему, почему так происходит. Они очень не любят, когда местному населению задают какие-то вопросы. Они не очень любят, чтобы их очень много задавали, понимаешь? Ну, как-то... Потому что отвечать на вопросы, это значит, нужно напрячь немножко извилину, наверное, да? Почему они не любят отвечать? Как ты думаешь? Ну да, скорее всего, да. Потому что они не любят, да, совершенно верно, напрягаться. Не любят очень сильно напрягаться. Или же они подозревают, что мы шпионки какие-то? Нет, 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 нет. У них в таком направлении мысли не работают. Нет, я, нет. Это ясно. И далеко до этого нет. Нет. Понятно. Ну поэтому вот видишь, как происходит, видимо, местное население не привыкло напрягать извилинки, поэтому им проще сделать так, как им укажут. Наверное, так. Да, да, скорее всего, да, да. Отдело большинство. Ну то бишь... Ну да. И все туда пошли. Грустно. Ты домой давно ездила? Летом мы ездили. Мы в начале июня полетели домой. Мы добрались великолепно до дома. Мы летели через Амстердам. Все прошло великолепно. Никаких претензий. В Москве не было никаких претензий. Мы добрались до своего Поволжья. Мы там два месяца пробыли. Все было великолепно. Мы не носили ни масок. Вообще нас никак не напрягали. А потом мы были в Москве две недели. В Москве, конечно, уже мы были в августе месяце. И там уже, конечно, немножко было построже. В супермаркетах там просили надеть маску. Но как-то уже было немножко не так. Но хорошо, мы добрались обратно. Мы летели через Францию. А все, вот мы через Париж летели. И в аэропорту все было великолепно. Единственное, что, знаешь, что произошло? За нами шли китайцы. Их сразу заластали, представляешь? Да. В смысле? Как? Ну, пришли люди во всем белом. И да, да, да. Их сразу увели. То есть из толпы вычислили китайцев, что ли? Ну, вот когда мы подошли, наши вещи проверяли, да? За нами шли китайцы. И за ними прям сразу пришли. Че себе? Да. И под белорученьки убили их? Ну, это было все так цивильно. Никаких таких ажиотажных сцен не было. Просто к ним подошли и забрали, их убили. Но мы добрались великолепно, просто великолепно. Ну, когда мы прилетели сюда на местность, то мы вылетали из Москвы. У нас был отрицательный, ковырялка у нас была отрицательная. Мы прилетели и думали, что все пройдет великолепно. Но ничего великолепно не прошло. Нас в аэропорту на контроле остановили и сказали, что вы... Кто остановил? На миграционная полиция. И сказали, что вы пойдете на карантию. А тете или вам предложили дома сесть? Нет, нет, нет. Нам сказали, что сейчас придут товарищи, которые вас сопроводят в отель, и вы будете находиться в отеле. Ничего себе. А, то есть констатация факта, да, уже? Да, да, да. Вообще, несмотря на то, что мы перед вылетом заполнили форму, форму нашу пропустили, сказали, что да, вы можете вылетать, потому что у вас все отрицательно, никаких проблем не должно возникнуть. Но когда мы по прилету, у нас возникли проблемы, и нас даже никто не стал слушать. Ну, то есть проблемы, ты имеешь в виду, что мы даже на эти тесты не смотрели, а просто... Нет, нет, нет. Потому что вы из разной зоны. Потому что у нас не было втыка. Как это? А ковырялки были же? Были, а они вообще не смотрели на них. Абсолютно не смотрели. То есть они сразу спросили, есть ли у вас втык, да? Да, 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 да. А ты не пыталась там поспорить, мол, типа, что за втык, а вы о чём? Это было бесполезно, я пыталась. Это бесполезно. Это даже не обсуждалось просто. Да, подожди, но вы же летели из России. Какую они втык требовали? Спутник, что ли? Но до этого, перед тем, как мы вылетали, это уже здесь начиналось, и оно уже проходило, понимаешь? И я так понимаю, они подумали, почему мы вылетели без всего, без этого. Так на сайтах же авиакомпании везде же написано было, что можно. Ну, это бесполезно, просто бесполезно. Тебя никто не слушает, с тобой никто не говорит. Они с вами серьёзно, жёстко так разговаривают? Очень жёстко, очень. Я думаю, если бы я не послушалась, то неизвестно, чем бы это всё закончилось. То есть как с какими-то потенциально подозреваемыми, да? В чём-то? Ну, понимаешь, даже это не подозреваемыми, это как, знаешь, констатация факта, которая обсуждению не подлежит. Вообще. Да. Нас под присмотром таких здоровых парнишек отвезли в отель на автобусе. Там было из других, там были поляки. Да, пассажиры тут. Тоже пассажиры, которых на карантин, да, везли? Да, да, да. Которых везли в отель. И там было несколько мужчин и пару женщин. И никто вообще даже не возмущался, понимаешь? Вообще никто не возмущался. Мы приехали, нас привезли в отель. Нас заставили заполнить формы. То, что мы будем находиться в этом отеле. Я попыталась покачать свои права, но это было безрезультатно, абсолютно. Там девушка с ресепшен, она начала мне давать указания. Я говорю, подождите, подождите, я не спрошу вашего совета вообще никаким образом. Я могу сориентироваться сама. Что за отель вообще? Какого класса? Что за отель? Какой отель был? Ой, Ян, я даже не знаю, какой это отель был, потому что... Ну как вот, есть все эти отели? Ибис, отель, там еще какие-то. Вот у нас Ибисы в основном. Нет, это точно не Ибис отель был. Нет, я уже не помню. Название я точно не помню. Я помню, что это происходило среди ночи, потому что у нас рейс был очень поздний. И все это действие происходило уже практически в 3 часа ночи внутри. И мы были сильно уставшие, и как-то уже дальше все эти действия не хотелось производить. Нас поселили в комнату, и на следующий день нам сказали, что придут делать тест. Ну и как ты думаешь, каким был тест на следующий день? Тест был у нас положительный. Хорошо. Абсурдистан. Ну прям вот реально. Да, да, это прям вот, знаешь, это просто реалити-шоу. Это действительно реалити-шоу. И когда ты мне рассказываешь, что в автобусе все ехали молча, как бы куда везут, чего везут, никто не возмущался, ты говоришь, из всех пассажиров, которых куда-то везли, ты, как ты говоришь, накачанные мужчины, да? Да, да, да. Я бы там стала звездочкой бы. Я бы там раскорячилась, куда меня везут, это что вообще, что за дела? Какую вам надо вакцину? А какую вам надо? Какую вакцину вам нужно? Какие вам документы, на какую нужно вам? Скажите. Шизер-музы или эту, или какую вам нужно? Ну, понимаешь, я так думаю, что это было, ну как, это... Вас взяли просто тёпленькими. Я так вот чувствую, просто вас взяли тёпленькими. Вам нужно было несколько человек для вот этой показательной порки. То есть, что вот прилетают положительные, понимаешь, из других стран, из красных зон, да? А мы не были положительные у нас. А, да, понятно. Так вам её засунули положительную? Ну, понятно. Я-то потом уже поняла, что это на самом деле и по-другому оно не могло никаким образом выглядеть. И я потом уже, ну как, стала анализировать, поняла, что это... Ну, это бизнес-проект. Конечно. И вас взяли на понт, вот эти вот типа большие там. Ой, я не знаю, вот меня там не было. Вот я, которая выросла в Люберц, в Люберецком районе с Люберами, да? Вот эти пацаны, эти просто... Это наши, в нашей банде были вот эти все большие. Вот не боюсь. Да я же была не одна с сыном, он у меня просто, знаешь... Ну, как тебе сказать, ты же сама понимаешь, у тебя муж француз, у меня муж ирландец. И ребенок, он... Менталитет у него такой, вот знаешь, вот точно не наш с тобой. Я тоже такая, знаешь, неиспугливых барышня такая, знаешь... Я бы, если бы не он, я бы настоял на своем, я бы никуда вообще бы не вышла. Ну, так как он, знаешь, немножко испугул... Ну, как... Потому что он устал, наверное, в дороге. Он устал, немножко испугался, потому что вот такие вот дяденьки пришли, такие двухметровые. Ему как-то было не по себе. Я думаю, что он даже не ожидал, что это, ну, как реальность может быть такая, понимаешь? И вот нас закрыли. Мы две недели просидели в комнате и никуда не выходили. Обслуживающий медицинский персонал был из Китая, представляешь? И вот они, вот эти китайцы, они пытались покачать права. И они названивали утром и вечером и пытались каким-то образом достать. Ну, я сказала, что если какие-то у меня возникнут проблемы, я вас наберу сама. Пожалуйста, меня не доставайте и не надо докучать. Пожалуйста. Скажите, вам когда сделали первый раз ковырялки, у тебя потом какие-то симптомы появились или нет? Ян, понимаешь, у меня были витаминки и никаких симптомов у меня. Я уже просто настолько наученная, что со мной в чемоданчике присутствуют витаминки. Я без витаминок никуда. Так что никаких симптомов у меня не было абсолютно, потому что я думаю, что у меня просто витаминки спасли. Но я тебе хочу... Что? Извини. Слава Богу, что не было симптомов. Потому что многие говорят, что после этого заносят что-то, кстати. Ну, знаешь, еще мне, что кажется, что может быть и заносят, но еще такой момент, что они смотрят на поведение людей, как психологически все это проходит. Мы жили как с сыном. Нас поселили, потом перевели из одной комнаты, когда у нас положительный тест показал, что у нас... Вернее, показал, что тест положительный. И нас перевели в большую комнату, где у нас типа гостиную было и две спальни. А в каждой комнате стояли большие телевизоры. Представляешь? И еще самый главный интересный момент, что там стоял DVD-плеер с красной лампочкой. Да, Яна, да. А что это значит? Ну, я так думаю, что, может быть, они записывали то, что в комнате происходит у нас. А, то есть DVD-плеер, который записывал что-то? Ну, я думаю, что да. Просто я... Ну, это все просто так аккуратненько все это аннулировала, все это повытаскивала, все проводочки, все шнурочки. Телевизор. Я завесила вот эти большие экраны большими полотенцами. И мы так прожили две недели. Да, да, да. А с тобой хоть гаджеты были какие-то? Ну, да, 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 да. Это все было, интернет был. Еду нам приносили, ставили под дверь. Не разрешали выходить, пока не уйдут люди, которые приносят еду. Сколько раз вас-то ковыряли? Нас больше ни разу не ковыряли. Слава Богу. Представляешь? Но перед выходом за пять дней у нас постоянно мерили температуру, вот пять дней подряд, и нам мерили сатурацию. Модная вот эта сатурация. Причем у вас не было никаких симптомов, вам ее мерили все равно. Да, 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 да. И я вот просила, пожалуйста, нас не доставайте, потому что мы абсолютно здоровые, у нас не было никаких симптомов вообще, не надо нас доставать, и не надо нас просто трогать. И самое интересное то, что разрешение на выход из отеля, знаешь, нам вот эти ребятишки высокие давали, представляешь? Они с какими рожами вам давали? Или они тоже замаскированные были? Нет, нет, они, ну как, они сказали, ну как, вы рады, что вы выходите? Я да, говорю, может быть, вам еще и спасибо сказать, поблагодарить за такой двухнедельный отпуск. А хоть мне счет-то не прислали тебе? Потому что некоторые рассказывают, что и платить заставляют за это. Ну да, и счет был, да. И счет был еще? Да, да. Ты его оплатила? Да. Есть не секрет, сколько за две недели? Ну вот за меня тысяч четыреста, за сына тысяча. Зачем? Ну я, ну по-другому, вот я говорю, если бы я была одна, я бы отстояла, но так как со мной был сын, это было... Зачем оплатила? Ну... Или муж сказал, ладно, давай оплачу, да? Ну да, да. Лучше бы это... Да, он бы сказал, идти на шопинг. Ну вот как-то так. Так. Это да. Просто местное население, оно не понимает то, что вот это вот реалити-шоу, которое происходит в отеле, оно может произойти с любым жителем и не посмотрит, есть у него Ширялова, нет у него Ширялова. И люди, они просто не верят в это, а уже можно как-то немножко взбодриться и понять, что это может пройти с любым человеком, абсолютно с любым. Представляешь? Это когда было, ты говоришь, этим летом, да? Ну да, это было в конце августа. А тебе не хотелось после этого, как постфактум, написать туда и вообще с ними подцапаться и попросить обратно деньги мои? Ян, знаешь, я когда находилась там, я позвонила юристу, и он стал отбрыкиваться и говорить, что это указание... Так должно быть основание, чтобы человека закрывать так. У них не было основания. Какое было основание? Ну то, что мы... Основание — то, что мы прилетели с красной зоны. Ну а потом пришли и ковырнули, да? Слушай, на вас заработали... Отель, наверное, пустой стоял. Вот таких вот берут, наверное, из Аэропорта. Ну, совершенно верно, да. Год же простояли, закрыты, и всё это... Это бизнес прям, вот самый натуральный расписанный бизнес-проект. По-другому это никак вообще не назовёшь. Тебе после этого хоть выдали этот паспорт-то на полгода? А, самое интересное, что я тебе хочу сказать, но я никуда не обращалась за паспортом, никуда не обращалась. Самое, что интересное... Я, знаешь, что хотела рассказать, что... А мы, когда улетали, я знала, что я переболела. И это подтвердилось, когда я сдала антитела, и это действительно подтвердилось, то, что я переболела. У меня высокие антитела были. Что? Ты в России сдавала, да, антитела? Да, да, в России сдавала, да. И самое главное, что мы вот... Вот я в... Нет, подожди. Я сдала на антитела в июле месяце. И потом я в августе месяце в Москве по новой заболела. Теми же симптомами, да? У меня были другие абсолютно симптомы. Когда я в 2019 году переболела, я болела всего три дня, у меня была высокая температура, у меня была ломка в теле. А когда я была в Москве, были совсем другие симптомы. У меня была очень высокая температура, у меня был очень сильный кашель, у меня пропадало обаяние. Попадало обаяние. Да. Понятно. Ну, что сказать? Ну, да. Да, передряга. Ну, слава богу, что жалко денег, жалко времени потерянного, жалко, конечно. Ну. Ну, вот если бы ещё, не дай бог, да, конечно, вот так вот, ещё бы такое случилось, сейчас бы ты как бы реагировала? Ну, немножко, немножко бы по-другому я бы себя вела. Я бы как-то... Просто нужно заваливать вопросами. Что вы хотите конкретно, мужчина? Что? Какую? Вам какую нужно конкретно? Скажет, типа, любую? Любую, окей. Вот есть спутник, например, или ещё что-нибудь там, да? А, такую вам не надо, значит. А какую вам надо? А вот из этих двух вы точно уверены, что вам нужно эту, а не эту? Ну, то есть замучить вопрос. Это первое, при таких обстоятельствах. Второе. Хорошо, у меня нет, но вы же не можете доказать, что я плохая, типа. Я хорошая, я чистая. На каком основании вы собираетесь меня вести? Объясните. Вот это вот всё. Дальше. Куда вы собираетесь меня вести? А сколько там звёзд? А я не привыкла. А у меня другой стиль жизни. С какой стати? А с какой стати я должна вам верить, что вы, кто вы? Ну, и всё вот такое вот. Вот прям спрашивать, спрашивать и спрашивать. Чтобы уж они... Господи, пусть она идёт. У нас ещё там вагон такие, которые согласятся, допустим. Просто заваливать вопросами. Нет, подождите, подождите, я вам задала вопрос, ответьте мне на него. Вот так вот. Понимаешь? Ну, они очень агрессивно настроены были. Они очень агрессивно настроены. Мужчина, я вам что-нибудь сделала. Почему вы агрессивно со мной разговариваете? Я с вами разговариваю нормально. Я задаю вам нормальные вопросы. Вы меня слышите? У вас всё нормально со слухом? Ответьте на мой вопрос. Понимаешь? Разговаривать с ними, вот как тоже с такими, как они с нами, собственно говоря. Ну, понятно. Хотела бы. Вот так вот, если второй раз, всё-таки попробуй. Жалко, блин, 2000, ты говоришь, 2400, да? Жалко. И времени жалко. Да, я надеюсь, что такого уже больше не повторится. Ну да. Слушай, ну, очень интересный рассказ. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что мы с тобой пообщались. Очень-очень рада. Надеюсь, что это наше не последнее общение. Понятно. Очень хотелось бы узнать об Ирландии, потому что я говорю об Ирландии, знаю только об ирландских папах. Здесь очень красивая природа, очень красивая природа, особенно когда нет дождей. Солнечно очень красиво здесь, очень. Много лесов, да, всё зелёное там? Нет, лесов нет, наоборот, много полей и горы. Полей и горы, окей. Я спутала. Я, наверное, в Финляндии спутала. Ну, бывает. Ясно. Я тебе желаю больше не попадать в такие передряги, а если попадёшь, не дай бог, то вопросы у них задавали. Просто мы иногда пугаемся, да, вот, а чё их боятся, собственно? Они сфера обслуживания. Я всегда вот тоже теперь думаю, вот те же самые амбассадоры эти, которые в посольствах работают. Вот раньше мы ходили за этой визой, там, господи, там вдруг неправильные документы, а вдруг там это, а вдруг меня что-нибудь не то спросит, вот это вот, посольство, да? Либо тут за видом на жительство тоже. Вот я, например, во Франции, там кто-то ещё в разных странах. Вот туда бомнишься, собираешь на это вот рандеву, там всё такое. Я сейчас вообще уже ничего не боюсь, потому что я их представляю теперь как сферу обслуживания нас. Вот все, и те же самые работники аэропорта, там, и все это. У меня Денис в последний раз, когда мы летели, он в аэропорт зашёл вот так вот с телефоном своим, как это, как-то деловой человек. Точно так же он прошёл этот паспортный контроль, вот так вот, не отвлекаясь вообще. Точно так же на этот шманание вот это, там вот эти, которые шманали, они просто улыбнули очень сильно вот это вот такой деловой человек, он ставит свои Нинтендо там, вот так, даже на них не смотрят, вот так вот ставят, причём без этого. А мальчик-то на 16 лет выглядит. Они даже вообще у него ничего не спрашивают, просто вот так вот над ним посмеялись и всё. То есть, ну, надо просто перестать их бояться. Человек боятся, ну, два метра там, ну и что. Ну, надо представлять, может быть, ну, вот эти два метра, но представить его голеньким малышком, как он маленький был, вот такой вот, и вот такого голенького, складочки такие у него там, на ножках, на ручках. Но представлять его таким, и всё. Либо, как я всё время представляю, картонными персонажами в кукольном театре такие ходят. Ты так их представляешь, да? Да. А бровки вот такие нахмурят, такие злые, да, такие. А это, знаешь, такие, знаешь, там бровки за ниточкой такие держат. Так вот так. А я представляю, говорю, вот такими. А, и вот кто-то сегодня из подписчиков говорил, они типа нас заколят что-то своими шпагами или что-то такое. А я представила такие шпаги, знаешь, как в кукольном театре, картонные и ещё фольгой так обёрнутые такие. И вот они на этих шпагах, знаешь, там дерутся. Надо перестать их бояться, потому что вот этот страх, видишь, куда он ведёт страх? Просто... Ну, в принципе, я-то не боялась, абсолютно не боялась. Я понимаю тебя. Я тоже вот в такой ситуации, когда я устала, это я сейчас хорошо ходил, да, а ещё неизвестно, что бы со мной было, если бы вот так вот тоже меня прижало бы, сообразило бы я сразу или нет, как вообще себя вести и что делать. Ну, как бы, вот сейчас я вот так вот представляю себя на этом месте, да. Я бы, конечно, раскорячилась звездой просто, меня бы не выпихнуть было ни в какую дверь, это точно совершенно. Пока бы я бы все свои вопросы, которые у меня возникли, не решила бы, а чё до чё. Это, во-первых. Во-вторых, вот это вот вообще, это просто я бы тоже звездой раскорячилась и сказала бы, что проливидиозным соображением я вообще не... Вы что, это суициду подобно? За что в жизни? Не имеете права и всё такое. Но самое, что интересное, потом им не надо было ничего делать, представляешь? Ну, так они уже получили, что хотели-то. Ну, в принципе-то да, да. И уже такие расслабились, на две недельки у них уже обеспечено вот это место. Всё равно вы никуда не денетесь, заплатите. Вот у меня, например, даже таких денег нет. Тысяч четыреста плюс тысяча, да? У меня даже четыреста нет лишних, вот честно. Я даже не представляю, вот так вот, если, не дай бог, такое случилось бы, где бы я их взяла бы? И я, в принципе, могу это доказать, что у меня нет таких средств. Как бы у меня всё тут, ну, на виду, собственно говоря, все мои налоги, всё такое. Если бы мне такой счёт прислали, я бы прислала, наоборот, другое, что вот, с чего я вам платить-то буду. Вот они, ручники-то. Мне кажется, они вот просто давят на наивность, ну, не то что на наивность, а вот на такие вещи, как страх, они, конечно, на это... Ну, это да, это очень сильно просто. Я-то ещё как-то возмущалась, а все остальные, они вообще просто безропотно, просто безропотно. Да-да-да. Вот знаешь, вот как это... Вот ещё тест, извини, пожалуйста, когда приходят, да, положительные, там, наверное, вообще уже эти безропотные люди совсем становятся уже просто кашлят безропотно. Вот как дудочка играет, вот, да, и вот под дудочку все просто строим идут, безоговорочно, представляешь? Куда-уда? Да, тесте. Ну да, очень интересное время, очень интересное. Вот думаешь иногда, как будто в каком-то кино находишься. Ну, в кукольном театре. Я нахожусь в кукольном театре. Ну, я имею в виду, что те люди, которые мне хотят чего-то плохого, например, там, правительства, там, и так далее, когда я на них смотрю, и вот они мне представляются такими плоскими такими персонажами. Как мне Денис говорит, как Том и Джерри, и когда Том упал, и по нему каток проехался, он такой плоский стал, потом такой. Ну, вот в таком стиле. Поэтому я тогда смотрю на этих всех, которые пыжатся, что-то там рассказывают, там, Макрон и все остальные. Я так представляю, сейчас он повернется, а он плоский такой, знаешь, такая вот. Ну, вообще цвета нет никакого, картонка такая. Так вот так. И как, ну, не знаю, у меня такое ощущение давно уже стало на них, на многих. просто, ну, жизнь так побила, побила здесь во Франции. И вот как-то мне так проще относиться к жизни. Ну да. Вот я снова ставлю себя на твое место и представляю, как бы я потом долгие месяцы мучилась бы за эти деньги. Вот честно говорю. Я бы прямо вот думала, блин, зачем? Ну зачем я отдала столько? Тебе не давят туда бы? Ну, уже это пройдено все. Конечно, было очень неприятно, что вообще с людьми не считаются никаким образом. Сначала, конечно, были эмоции, но потом они сошли. Я просто пересмотрела все. вот таким каким-то образом. Сделала определенные, конечно, выводы для себя. Но было очень интересно. Очень интересно. Кормили хоть вкусно? Нет, еда была такая однообразная. Ничего не было заказать со стороны там? Да, можно было заказать, можно было заказать за свои деньги из магазина. Тебе могли сделать доставку без проблем. А, классно. Будь так. Банкет за свой счет. Ну да. Не, я бы там просто висела бы потом на решетках. Там были решетки на окнах или нет? Нет, решеток там не было. Там, короче, ребятишки сидели на каждом этаже, а мы были на девятом этаже. И когда мы выходили наши, мы под сопровождением вот этих ребятишек выходили. Я бы там либо вот так вот висела бы на окне «Свободу попугая». Ну, я бы там всем достала. Меня, мне кажется, выпустили бы досрочно. Либо закадрила бы двухметрового. Ничего, что я смеюсь над этой ситуацией? Нет, нет, нет. Нет, нет. Я тоже уже просто отношусь... Слава Богу, я говорю, что в этой ситуации ничего вам не занесли туда. Ну, это да, это да. Ну, я так думаю, это потому что мои волшебные витаминки, они были со мной. Поделаешься, что за витаминки? Ну, стандартный набор, витамин D. Цинк был, потом рыбий жир был. Но дело в том, что я и те витаминки, и те вместе принимаю. А, то есть это такая убойная доза витамина D была, да? Да, да. Да. Пройдет. Да. Понятно. Ну, и с собой, конечно, были антиоксиданты, антиоксиданты были, чтобы... Это просто у меня стандартный набор, и он у меня прям... Если я путешествую, то я путешествую с этим наборчиком постоянно. А что за антиоксиданты? Ну, это радиола розовая. Радиола розовая. Не-не, радиола розовая. Но она, как знаешь, как она иммуномодулятор считается, и оно как антиоксидант можно принимать его. Она в какой форме? Она травой или таблеткой? Ну, дома у нас это трава, она прям вот крышочками продается, а здесь уместно можно приобрести в капсулках. И она вырастает в Ирландии? Нет, нет. Я думаю, что нет. Здесь её нет, а она привозная. Понятно. Радиола розовая. Что-то новенькое. Надо в списочек записать свой. Ну, я думаю, что прям вот помогло хорошенько. Хорошенько. Если бы вот этих витаминчиков не было, не знаю, как бы произошло бы дальше. Понятно. Слушай, ну, отлично вообще мы с тобой поговорили. Я тоже была очень рада пообщаться. Очень рада. Будет много комментариев, я больше чем уверена. И затребует ещё с тобой записать видео. Надеюсь. Надеюсь на это. Ну, давай тогда будем прощаться, потому что у нас с тобой уже время полно. Ну, давай тогда до следующей встречи, Ян. Давай. Покушайте. Давай, пока-пока. Приходку из Ирландии, как у вас там. Хорошо, Ян. Хорошо, хорошо. Обязательно пришлю. Хорошо. Давай, всё. Пока-пока. 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 Пока-пока.